Россия Душа Моя. В Крыму стартует новый форум. Необычный для Крыма. Обыденный храм и выставка мерных икон. Только первые ласточки. Форум стартует завтра и продлится три месяца. В его рамках запланировано еще не одно интересное мероприятие. Россия Душа Моя. По таким именем стартует новый духовно-творческий проект. Главная идея – превознести значение семьи, любви и верности. К слову сказать, первый этап пройдет как раз в день, посвященный этим ценностям. 8 июля в Александроневском соборе открывается выставка уникальных мерных икон. Заказывали их при рождении младенцы и размером они были в рост ребенка. Иконы это сопровождало хозяина на протяжении всей жизни. Выставка будет открыта в течение двух месяцев. Есть такое предложение, чтобы в рамках этой выставки мерных икон, те иконы, которые с мощами, организаторы будут вывозить. Вывозить по территории Крыма в санатории детские лечебные учреждения, где находятся больные дети, которые по разным обстоятельствам не могут приехать и приложиться к этим иконам в самом храме. А уже 9 июля организаторы форума «Россия, душа моя» заложат камень под строительство обыденного храма. Вдохновил на эту идею депутата госсовета Игоря Лукашева, президент российского клуба православных меценатов. Побывав в Крыму, они поделились с коллегами опытом. Таких в республике еще нет. В селе Лозовое он станет первым и осветят его в честь святого Иоанна Кронштадтского. Строится такой храм всего одни сутки. Начнут 9 сентября. Мы будем за эти два месяца готовить фундаменты, готовить все подводки. Сам храм будет собираться краном, он будет сам подготовлен, уже привезен сюда. В течение суток он собирается. Знаете, как изба собиралась. Раньше избы строили там всем миром. Громно пронумерованный. Да, да, да. И он собирается, ставится, все. И он за сутки собирается. В этом весь смысл. А купола? И все привезут. Да, готовые прям привезут и ставят. Это машина специально. Машину будут везти. С производителя зовут, кто будет производителем. Они уже налажены. Эти храмы построены очень много. Разные общественные организации, союзы, представители власти, любой крымчанин. Каждый может внести свою лепту в строительство храма. Как говорится, обыденный храм всем миром строится. И финансируется, к слову сказать, тоже. Бюджетные деньги не используют. Но на возведении, которое будет длиться ровно сутки, дело не окончится. Нужно еще сделать территорию. Мы такое думаем, что примем решение, что будем продолжать эту тематику. И, наверное, на этом косогоре можно и парк посадить. Там рядом вода. Спокойно можно это поливать. И будем участвовать. Дальше проводить, оградить, постричь, сделать там всякие дорожки. Ну, вот такое место сделать, что люди проезжают, видят, заехали. Форум «Россия. Душа моя» принесет крымчанам еще много радости. Продлится он три месяца. К слову сказать, первые его проявления можно увидеть уже сегодня в стенах госсовета. Там открыта выставка в защиту жизни. Важность сохранения семьи, правильное воспитание детей, за здоровый образ жизни. На стендах можно найти многое. Также к возведению обыденного храма планируют провести крестный ход по Крыму на авто. Как идею, рассматривают провести святыни для мусульман и выставить их в Бахчисарае. Юлия Попович, Роман Ананьев, Служба новостей и ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова